Добрый день, дорогие мои друзья! Мы начинаем работать. Я хочу перевести вот эту выточку в горловинку, потому что мне так нравится. Я нарисовала все, разрезала по-новому и закрыла старенькую выточку. Вот куда она у меня открылась. Давайте это изобразим здесь. Как у меня будет выглядеть плечевой шов? Плечевой шов будет выглядеть у меня вот таким вот образом. Теперь моя выточка находится в горловинке. Вот она. Пусть она там остается. Дальше. Для того, чтобы у нас достроилась вот эта половинка рукава, должна достроиться к передней половинке. Задняя половинка должна достроиться к задней половинке. Во-первых, хочу сказать, пусть вас не смущает, что посадка у вточного рукава для вот этого вот, для нашей проймы, она достаточно велика. Ну и что? Когда мы на примерку, во-первых, рукавчик никогда не вметываем. Потому что во время примерки может произойти уточнение вашей проймы. Вы ее можете сократить по плечам, вы ее можете углубить, и таким образом длина у нее и изменится. И только потом, когда на втором этапе вы будете реально вметывать рукав, вы будете эту проблему решать. Но лучше иметь посадку по окату рукава, чем лысую головку. Я тоже думаю, что вы все хорошо это понимаете. Итак, я перевела на кальку наш рукавчик и разрезаю его пополам. Разрезали пополам. Теперь я пытаюсь подстроить вот этот вот рукавчик, как бы продолжение нашего плечика, положить его вот сюда. Видите, да? Чтобы цельнокраеный рукав получился. Вот у нас направление нашего плеча. Соответственно, вот это направление нашего рукавчика. И посмотрите, как сильно этот рукав заходит на нашу полочку. То есть линия перехода к рукаву получается ниже талии. Это нам не нравится? Значит, что просит сделать наша конструкция? Она просит вот этот вот уголочек развернуть. Когда я его разворачиваю, рукавчик разворачивается, и уже линия перехода нашей полочки к рукаву поднимается выше. Но что может вот этот вот угол, вот этот вот поворот обеспечить? Только уменьшение нагрудной выточки. Помним, что балласт 9 сантиметров, он очень большой. И вот посмотрите, я насколько решила ее уменьшить. Вот насколько. У меня был раствор, сейчас по мере 25 почти, а оставила я только 16. Вы можете выбирать свое значение. И я оформляю новенькую выточку. Давайте будем рисовать черненьким карандашиком, наверное, черненькой ручкой, потому что это будет у нас окончательный вариант, чтобы вам было хорошо видно. Вот так нарисовали. Теперь длина плеча у нас 13. Дугу сделали. И на этой дуге 33 сантиметра по-прежнему сохраняем. И вот у меня точка. Вот такая точка у меня получилась. Так, тоже сделали плечо. Теперь мой рукавчик уже как-то будет более-менее нормально выглядеть, если я его прикладываю вот так вот к этому. Ну и это тоже еще не все. Посмотрите, для того, чтобы у нас цельнокрайенный рукавчик получался, обычная пройма вточного рукава нам не подойдет. И поэтому я ее углубляю, углубляю на 4 почти сантиметра. То есть от точки Г вниз 4 сантиметра. И пройма спинки у нас будет выглядеть вот так вот будет выглядеть нижняя часть пройма. И добавлю сюда вот такие вот расширения по боковому шву, как бы ластовицы. А пройма полочки у нас будет выглядеть вот так. И тоже вот эти вот ластовицы добавили. Так вот добавили ластовицы. Смотрите, пройма у нас углубилась. Пройма углубилась, но, конечно, это точка плеча П1, вон куда поднялась. Ее уже нет здесь, на прежнем ее месте. Уберем ее отсюда, да? И, значит, моя пройма будет выглядеть, посмотрите-ка, как. Вот как. Вот она. Какая длинная у меня пройма, передняя половинка получилась. Новенькая пройма, да? Из-за того, что я уменьшила выточку. Значит, задняя половинка проймы должна выглядеть так же, конечно. Поэтому я определяю хотя бы пусть они будут на одном уровне. Я нашла эту точечку здесь, вот на один уровень поставила. Заднюю половинку. Теперь ширина плеча у меня была, измеряем, сколько здесь? 14,5 сантиметров. Значит, 14,5 сантиметров я поворачиваю. Вот сюда посадка там у меня есть, да? И вот так у меня будет выглядеть плечо спинки. Плечо спинки у нас поднялось. Вот это теперь точечка. Вот это P1. А вот эта точечка у нас P2. Посмотрите, как сильно увеличилась у нас прибавка к высоте проймы со стороны спинки. P2 было и P2 стало. Здесь у меня почти 5 сантиметров. Ну и пусть. Потому что вы знаете, что когда мы строим цельнокрайонные рукава, нам нужна слабина вот в этом месте, да? Она преувеличенная. Ну а что нам делать? Зато пройма сейчас нарисуется нормальная. Посмотрите, как она будет выглядеть. Вот так. И мы новенькую пройму переоформили. Да, вот это лишнее. Либо заполните подплечниками, либо она, конечно, у вас упадет, но даст вам возможность подниматься рукам. То есть будет у нас вот такой вот подъем в рукаве. Дальше. Берем в руки переднюю половинку. То есть мы переоформили. Теперь у нас вот такая выточка. Давайте здесь тоже нарисуем ярко. Горловинка остается пока без изменения. Так. Боковой шов вот такой. Ну и так далее. Берем в руки переднюю половинку. Передняя половинка это всегда... У нас вот здесь стоит вот такая вот птичка. Вырежем ее, чтобы мы ее видели все время, что это передняя половинка. Теперь мы вот эту переднюю половинку пытаемся положить на продолжение плечевого шва. Вот так положили. Вот видите, как она идет? Получается... Получается вот такое вот направление нашего цельнокрайенного рукавчика. Потому что выточка опускает это низко. Ну, попробуем сделать, что у нас... Посмотрим, посмотрим, что здесь получилось. Посмотрите, где пересеклась... Пересекся наш рукавчик вот с этой вот... С нашим боковым швом полочки. То есть, по идее, надо рукав вот так вот обводить. Видите как? Переход от этого опять получается низко. И я придумала следующее. Чтобы у нас такой картинки не получалось, я придумала следующее. Я чуть-чуть наклончик вот так вот добавлю. Вот так добавила наклон. И вот подниму. И обвожу рукав, переднюю половинку, вот в таком вот виде. Чтоб вы ее хорошо здесь видели. Вот. Видите, как я рукавчик обвела? Что мне здесь интересно? Мне интересен вот этот вот уголочек, который у меня идет как наложение ткани друг на друга, наложение бумаги друг на друга. Значит, чтобы у меня такого наложения не было, вот от этой точки, от точки общей, от пересечения, я должна отрезать кусочек рукавчика. Вот так вот отрезала кусочек рукавчика. Теперь из этой же общей точки я отрезаю кусочек бокового шва. У меня было вот так. Значит, вот сюда вот я ставлю. И вот это я тоже отрезаю. Вот так вот. Так. У меня было здесь вот так. Параллельно сдвигаю. И я как бы делаю уже ширину передней половинки. Сделала уже ширину передней половинки. И на сколько я сделала уже? На 5 сантиметров. Вот это ширина этой полоски у меня 5 сантиметров. Да плюс я срежу с рукавчика 4 сантиметра. Запомним. Здесь 5 сантиметра. И на рукавчике вот здесь 4. Это ширина ластовицы. Ширина той полоски, которая пойдет у нас из рукава в боковой шов. То есть как бы 3D эффект мы будем получать, так как было в обычном варианте, который я вам предлагала на полненькую фигурку без нагрудной вот этой выточки. Вот. Значит из этой точки я нарисовала вот такую вот линию на рукаве. Вот она эта линия. Она нарисована здесь на рукавчике. Ну вот и сейчас я уже могу изобразить так называемый, видите где точка перехода у нас бокового шва оказалась? И точка перехода вот этого рукавчика. И я уже могу спокойно нарисовать результат. Мне уже легко вот так вот взять и оформить вот этот переход. Видите какой он получается? Вот такой вот переходик у меня получается. Я сейчас вам обведу красненьким, красивым цветом. Допустим синенький пусть у нас пойдет. Кажется это у меня хорошо пишет. Сейчас я проверю. Да. Синенький у нас будет результат. Итак смотрите, что мы сделали с базовой конструкцией. Передней половинки. Раз. Это у нас было в базовой конструкции. Вот это у нас длина передней половинки. Теперь у нас сохраняется горловинка. Передней половинки от базовой конструкции. У нас сохраняется выточка нагрудная уменьшенная. Насколько уменьшить вам зависит от вашего баланса. Тут все очень индивидуально. Конечно это построение непростое. Но как говорится вы просили, я сделала. Кто-то осилит, кто-то нет. Не расстраивайтесь. Надо начинать работать от простого к сложному. Вот так я спрямляю цельнокрайонный рукав. Так. Вот это у него пойдет линия низа рукава. Так. Ох, виноват. Вот сюда не надо было рисовать. Потому что боковой шовчик, вот он у нас. Так. Дальше он идет у нас. Вот так. Это все. Вот видите, что у нас осталось от полочки. Вот так будет выглядеть ваша полочка. Ну, вот с этой выточкой что сделать? Во-первых, мы далеко в бок ушли. Пусть она у вас останется. Она тоже хорошо себя ведет. То есть вы можете ее, конечно, размоделировать и сдвинуть ее вот сюда. А можете оставить на этом месте. Потому что ширина, полнота вам позволяет. Она, по крайней мере, живет в этой ямке. Тут у нас животик. Тут у нас грудь. Тут у нас ямка. Там всегда она будет уместна и хороша. То есть вот так будет выглядеть у нас полочка. Давайте будем работать спинкой. Берем заднюю половинку рукава в руки. Вот задняя половинка. Укладываем ее на продолжение плечевого шва спинки. Вот мы подняли, потому что пройма должна быть одинаковая. И что мы можем видеть? Мы можем видеть вот такую картинку со стороны спинки. И она нас тоже вполне устраивает. Потому что здесь наложение. Смотрите, какое идет. Вот этот кусочек у нас накладывается друг на друга. И он тоже небольшой. Тоже позволит это все убрать в ластовицу. Давайте то же самое сделаем. Значит мы обводим наш рукавчик вот так. И вот так неудобно. Вот мы его обвели. Обвели весь рукавчик. Понятно, да? Потом смотрим, где у нас наложение. Вот где пересеклись, где пройма пересеклась с окатом рукава. Вот она точечка общая, да? Общая точечка для рукава и для спинки. И в этом месте я должна отрезать кусочек нашего рукавчика. Вот так вот я отрежу. И это же все я нарисую на рукаве вот здесь. Вот это боковой нижний шовчик нашего рукавчика. Вот он у нас получился. И из этой же точки я должна переоформить мой боковой шов. Так, был он у меня вот такой. Вот это вот наша точка. Я должна боковой шов перевести как бы на спинку. Вот сюда. Так, было у меня вот это место обведено. Значит параллельно сдвигаюсь. И боковой шов у меня получается вот такой. Сколько здесь сантиметров? Измеряем. У меня получилось, кажется, 4 сантиметра. Вот здесь, да? Значит, ширина ластовицы еще 4 сантиметра сбоку. А сколько на рукавчике я срезала? Тоже 4 сантиметра. Здесь тоже 4. Значит, ластовица. Вот это 4. Здесь у нас было 4,4. Видите, какую часть рукавчиков мы срезали? Вот здесь покажу. Вот такую часть рукавчика мы срезали. Это срезали с полочки, это срезали со спинки. Вот такую часть рукавчика. Напомним это. А здесь у нас 5 и 4, 9, там 8, тут 9, где-то 1 сантиметр потерялся. Но это даже не важно, пусть у вас будет 5 и 5, или здесь вместо этой пятерочки можно взять 4. Давайте вот так сделаем, здесь возьмем тоже 4. За счет боковых швов, я думаю, у вас получится все одинаково. 4, 4, 4, 4, 8, 8 ширина ластовицы, и по рукавам, и по этим, которые будут внутри у нас пришиваться. Ну вот, а теперь опять смотрим сюда. Значит, где у нас был боковой шов? Вот он, боковой шов был рукава, нижняя часть шовчика, вот она. И теперь вот их перекрыт, пересечение с боковым швом отодвинутым нашей спинки. Значит, вот в этом месте мне тоже нужно сделать вот такой же красивый переход. Обводим красным цветом. Что у нас получилось? Значит, вот так рукавчик. Здесь я сделаю мягкий вот такой вот переход. Так, горловинка. Наша выточка, которая открывается, сохраняется. Надо сохранять. Спинка у нас тоже сохраняется. Середина спинки, мы с ней не работали. Все у нас так, как есть. Затем мы идем по линии низа проводим. Затем, давайте с рукавчика начнем. Вот так рукавчик. И вот так. Вот что у нас получилось с вами. Вот что у нас получилось. И теперь нам нужно построить только ластовицу. Но прежде чем ее строить, чтобы построить ластовицу, давайте выполним контроль. Все ли у нас сопрягаемые участки сходятся друг с другом? Вот опять 18 минут. Но будем заканчивать все равно. Во-первых, я измеряю плечо. Какое у нас длины плеча? Вот у меня 54 сантиметра. Значит, с этой стороны я должна видеть тоже 54 сантиметра. 40. О, какая прелесть. 54 с половинкой, 55. Ну, потому что тут у нас была посадка. Все хорошо. Все хорошо. Здесь у нас 55 в длину, а здесь у нас 54. Так и должно быть все нормально. Проверим нижние части. Ну, вот визуально они, конечно, одинаковые. Но все равно это надо все проверять. Значит, давайте посмотрим. Красненькую мерю. Спинку, то есть вот так, вот так, вот так, вот так. Очень неудобно сейчас мерить, потому что у нас маленькие очень цифры, да? Ну, грубо 61. Посмотрим, что здесь будет. Синенькую. Ну, повторяю, сейчас это делать вам в больших выкройках, это делать будет гораздо удобнее. А мне, собственно говоря, не очень-то удобно. Я стараюсь изо всех сил. Так. Ну, вот 62 у меня получилось. Ну, что ж, я думаю, что этот сантиметр у нас просто где-то потерялся, потерялся, потому что я просто неровно смерила. То есть вот эти части мы померили. Они у нас будут, ну, давайте 61 с этой стороны возьмем и 62 с этой стороны возьмем. Один сантиметр разницы, это вообще ни о чем на таком длинном шве. Где-то контрольные точки обязательно вы же вот это будете все уравнивать, линию талии будете уравнивать, потом вот эту точку будете уравнивать вот с этой точкой, и все у вас, я думаю, получится нормально. Дальше идем. Ластовица. Какой длины нам нужна ластовица? Конечно, 60 виноват. Здесь тоже надо написать 61 сантиметр, потому что они у нас должны быть одинаковые. Ширина этой ластовицы 4,4,8. Давайте вот здесь ее нарисуем. Ширина у нас будет 8. Так, передняя половинка вот такая, 4. Так, и в высоту 61. Вот это будет со стороны передней половинки. Полосочка у нас добавляться. Вот это в рукавчике у нас уже будет, да? А вот это мы нарисуем. К задней половинке, которая у нас розовая, будет добавляться здесь 4. То есть, видите, без вот этой вот полоски мы не обошлись. Вот такая вот. Но удобство в чем? Я очень не люблю острые уголочки. Я могла бы вам показать, когда отсюда убрать бачок, оттуда убрать бачок, и получаются вот такие вот острые уголочки вот в этом месте. Я их очень не люблю, потому что технологическая обработка вот такого изделия будет гораздо-гораздо удобнее. Ну и напоследок вам совет. Ширину рукавчика мы сохранили. То есть, он у вас будет достаточно удобный. Не делать эти рукава длинными. Потому что, как ни крути, вот этот вот наклон, вот этот вот наклон достаточно низкий, и длина вот этой вот величины маловато. Как ее можно... Хотя мы уже добавили слабину, вот эта вот разница, это она потом упадет на вашей фигурке вот такой вот какой-то слабиной. Она уже позволит поднимать руки повыше. Но все равно желаемого комфорта не будет. Может быть, поэтому сейчас не делают. Но с другой стороны, у вас будет небольшой объем в области груди. И видите, как мы от талии высоко оказались с вами, да? То есть, вот этот вот нижний уровень проймы, он чуть-чуть будет буквально на 2 сантиметра ниже, чем ваша грудь, и даст вам достаточно большую слабину. Хотя вот здесь часть выточки открылась, будет слабина в точке перехода от полочки к рукаву. Вот здесь вот будет слабина определенная. И на спинке будет слабина. Но это неизбежно для цельных районных рукавчиков. Вот, мои дорогие, что мне хотелось сегодня вам показать. Итак, смотрите. Сначала построили мы вот такое. Техническое задание у нас было. Очень большой размер. Мы построили с вами полочку и спинку, построили вточной рукав, провели контроль, обязательно проводите контроль, и получится у вас вот такая вот история. А это вспомогательные наши детальки, которые нам позволяли поработать. Видите, что мы сделали с рукавчиком? Мы как бы боковые части рукавчика по 4 сантиметра тоже отрезали и добавили их вот на эту самую ластовицу. Ну, вот и все, мои дорогие. Наконец-то мы в третьей части победили. Всего вам доброго. Надеюсь, у вас хватит терпения пробраться через все эти дебри. Ну, а камера работает так, как работает. К сожалению, большего добиться от нее не могу. Всего вам доброго. Всегда ваша, Галина Коломейко. Желаю успеха!